Вот мы на огородчике, называется лагерный. У нас всегда целая куча вон лежит палок, которые ставили высоко, подвязывали помидоры. Ну они висели, а нынче нету ни одной палки. Вот эта трава, это не трава только. Прямо на уровне земли вот это помидоры. Ну я знаю в мире все такое, если где-то хорошо, это за счет чего-то, где-то что-то. Значит эти во время заморозка, говорят, не замерзают. Ну да, а то у меня руки не дошли до этого. Я вижу коровы на этой стороне находятся или на той? На той. По этой стороне? А, ну да, по этой, по этой. Так, второе. По этой, по этой. Я сказал, чтобы на дамбу не загоняли, они рогами вся бы сухая, а корова опротинется. Вот так, который чуть бореет, тот берем. За счет чего-то. А когда на этих палках привязаны, тогда не закроешь, когда заморозки. У нас рано заморозки, еще не выкопаны две грядки морковки. Я один увидел помидору у Игоря Глушкова, он сказал, что помидоры почему хорошие, потому что где-то вода у вас хорошая в пруду. Для полива. Для пруду, да. Для полива. А колодезина, она меньше, там меньше витаминов все их. И вот интересно как. Прошлый раз, когда я последний раз тут был, ну недавно совсем, 25, насчитали даже вон там в притоке еще. Огурцы-то не посмотрели. 30 уток, а? Огурцы не посмотрели. Огурцы хочешь взять? Ну-ка давай, еще весь. 30. Вот здесь вот на этом вот, на Камагорихе. Камагорих, Орышковский, Симаковский. Это говорит о том, что здесь по Теряевке были люди, которые, ну эти запруды сделали, им принадлежало. А деревня-то пользовалась вся. Вот тоже. Они еще растут даже. И вот нет уток. Я им тогда говорил, утки, утки, улетайте, пока не поздно. 1 сентября рядом, а сегодня-то уже у нас 18 сентября, 19-го года. Охотники придут по закону человеческому, жестокому, несправедливому, циничному. Считают себя интеллигентом. Начнут вас стрелять. Сами не нуждаются в этом. Ну что там в утке, это маленький чарок. Вот у нас тут приезжал наш потеряевский человек один. У него 4 высших образования. Николай Николаевич Вагнер. В трех родах войск, ну одно из них казацкое, был полковником. Неоднократно представляли название генерала. Но госпожа выпивка удержала его. 13-кратный чемпион по самбо в органах МВД. И он был здесь, стрелял. Я ему говорил, вам нужно... А нет, так-то просто так. Вот это так-то и есть. Они вот тут нельзя стрелять у нас. Они там едут мимо, прям из машины. Стрелят в воздух-то. Ах, поднялись утки-то. А там уже ждут другие. Врачи везде летают, садятся на заборе дома. Хоть где стреляют, ни одного не стреляют. А есть он не будет. Утки. А утка только на воде. Люди-то едут, скоротки делают. На воде какой-то циничный закон. Стрельба на уток. Притом везде это и в Америке. Я так слышал. Видел в Германии, там, ну, в других странах. И не от голода. Нет, а просто вот такой обычный. Не знаю, как назвать. Бычий. И никак. Ну, гуся-то тут не садятся. Гусей тоже бьют. И какая же это справедливость. Сколько птиц летают, вороны, сороки. У них больше мяса. Не стреляют. Дикие голуби есть. Еще рябчиков. Ну, рябчиков трудно найти. Они по полям, по лесам. А водоплавающие в одном месте только. И вот я им кричал. Утки по человеческому циничному закону. Их-то много. В этих органах власти. Которые что-то делают. Сидят. Где можно, где нельзя. Они нужны. Иначе тут ничего не будет. Ну, не перегибать. Они играют этими законами. Арбузы покажите еще. Да. Да, как покажите. Вот. Володя-то все это садил. Матушка что-то давала. Кто-то один. А сейчас... Матушка давала всю рассаду. Это ее рассада. Вот видите как. Где-то поздно приезжает. Отца и Акима жена. А вот смотрите. Везде-везде-везде в огороде эти. А там мы посадили морковку, грядку. А взошла грядка укропа. Укроп. А почему вот целая грядка большая укропу. У нас у хрена здесь поля хреновые. Вот Володя садился. Что тут? Дыня. Дыня, да. Очень запашистая. Арбузы. Вот он вываливает. Арбузы небольшие. У других там такие здоровые. А здесь вот, значит, помидоры. Так, теперь где-то у тебя там это... Еще что-то там. Палки какие-то. И потом в следующий раз приедем. А почему в следующий раз? Давай сразу тащим. Не-не-не, тяжело будет. Ну я буду идти рядом тащить. Не-не-не. Капусту еще надо будет забирать. А, еще капусту. Да-да-да. А, еще палки же. Я про палки и говорю. Маленько в сторонку. Дайте место положить куда. Вот это Камагорих. Или мы после его уже назвали. Лагерный. Лагерь купались. Тут, когда мы приехали, ничего нет. Не купаться. Ничего. Лужи. Я нанимал вот как там храмовый. Малаканишный назывался пруд. Принимал трактор. То есть бульдозер. И по дну. Совершенно высохший-то. И раздвинул камыш он. Люди этого не знают. Фактически я шесть лет возился с прудами, пока восстановили. Вот там далеко, если показать, вот. Это сваи. Обработанные. Тысячу двести свай в общей сложности забили. Вот так. Опрокинется. Тысячу двести свай. Потом рыбу завозили здесь. Вчера Сергей Пупков сказал где-то на Бельсиневке, где там были они. Большие караси. Вдвоем сорок карасей. Это у нас и в сетни всегда попадали так. Так там общий пруд. Общий. А здесь частные. Потеряевка. Жители. Бельмесёва. А? Бельмесёва. Бельмесёва. Да. Здесь никто ничего не имеет. Все пришлось мне делать одному. Нанимать, рассчитываться. Вложил сюда я больше миллиона рублей. При пенсии восемь тысяч сто сорок один рубль. Тридцать три копейки. Сольготы какой-то ещё. Что как репрессивно. Сто рублей что ли доплачивали. Ну смешка. По сто миллиардеров прибавляется, говорят, каждый год. И смотрят, какого карася поймал. Притом люди живут здесь. Ниоткуда прибыли не имеют от хозяйства. И рыбу купить не могут. Я им на стол всех обеспечил. А то вам. Да. Ну где она? Палочки-то. Вон. Ага. Сейчас люди закроют. Пойдём. На тележки. Сейчас поближе подкачу. Сейчас бабье лето началось. Там ещё подрастут они всё. Выпускай. Вот дорожка ведёт к плоту. Он плот взял. Сколько там мешков у тебя под ним? За счёт чего плавает-то? У меня было шесть мешков. Так, восемь, да восемь. Сто сорок четыре бутылки. Примерно двадцать четыре мешка. Ой, двадцать четыре. Как же так? У нас же трудно поверить. Вот он у него плот. Застолбил его. И надо привязать обязательно. Да, подождите, сколько. Сейчас я посчитаю. Повторяю, к прудам, к дорогам, деревням никакого отношения не имеют, ни рубля не вложили. Двадцать, двадцать. Двадцать два? Двадцать, двадцать. А? Двадцать. Двадцать, двадцать. Двадцать? Да. Ну, плод твой больше моё, раза в два. Двадцать, двадцать. О! Всё ввозим. У них денег нет. И вот так Господь позволил. Восстановили шесть прудов. На карте у них только два пруда. Южный и Рыжковский. Ну, и правильно, их не было прудов. Мы заново. А может, в них втекает. Ну, как втекает. Вот он, пруд. Идёт, вот он где. И он начинается в огороде вот здесь. Уже в огороде его нет. Это вновь потоп. Землю мыло. Тут километры воды стояли. А дальше она идёт до Ледовитого океана. Впадает в реки. И везде такое. Пруд и озеро – это разное. Пруд – это за пруда. Надо вот задержать весеннюю воду. Вот задержали. Плотина-то была. Название у неё есть. Камагориха. Камагоровы, значит, были. Ну, а 20 лет, с 72 по 91 год. Здесь никого не было. Всё было разорвано. И воды никакой не было. Начали с нуля. То есть я начал думать, как. О! Галки летят. Это голуби или нет? Голуби. Я не рассмотрел даже. Или нет? Нет. Да не знаю. Если пролетят дальше, то, значит, это не голуби. Мимо пошли. Это галки. С чего они полетели? Почти на север. Ну, начали снижаться. Ну, далёко как. Ну, у них скорость у голубей 60 километров в час. А у Сапсана до 320. Даже невероятно. Скоростной пояс. Москва-Петербург. Называется Сапсан. Царская птица. Так, всё привязывать будешь? Привяжу, они будут рассыпаться. Надо, да. Вот так. Всё это у нас получилось как надо. Бульдозер стоит. Его не берут. Бульдозериста не найдут. Это вот оазис. Деревья растут впереди. Вон там. Это лагерь Стан. 46, кажется, деревьев. Что-то такое. Клён. Тополь. Ветла. Берёза. Ну, поменьше. Там черёмаха. Сирень. Шиповник. 45 лет лагерь встану. Ну, и вот под давлением Роспотребнадзора всё высчитал я. И следующий день, когда нападение было, полиция приехала почти в ночи уже. Я собрал людей и объявил за расформирование лагеря навсегда. То есть, вон переходит в другой формат. Покупаем дома. Приглашают людей в гости нас. Мы их. И нас тут никто не трогает теперь. Никто. За другой найдут за что-то трогать. У нас власти как будто для того поставлено, чтобы самое лучшее разрушить. Люди пишут об этом. Я так не думаю. Потому что многие... Роспотребнадзор, он нужен. Смотреть, чтобы гнильё не продавали. Там не обманывали. Охот союзы эти нужны. Но не смотреть, когда у нас наше всё. И нам ловить, допустим, все эти нельзя. Это невероятно. Это ни в одной стране такого нет. Это принадлежит деревне. У нас есть постановление Краевого Совета депутатов, трудящихся за подпись у губернатора будущего Сурикова Александра Александровича. Восстановление Потеряевки. Это не табличка на дороге. Восстановление – это значит, какая она была. Со всей инфраструктурой. С прудами, с дорогами и прочее. Нам советовали Лапкину назвать. Нет, говорим. Улица Марии Лапкиной есть. Галошиная фабрика. Готово? Всё, поехали. Сейчас я велик свой возьму. Ведро на руль.